Всем привет! Продолжаем наше заседание нашего клуба Любители образования или не любители современного образования? Я предлагаю просто для затравки, до того, как мы пойдем к сегодняшней теме, тема игра, просто кинуть две-три фразы, то, о чем сейчас, кто куда сейчас смотрит, у кого сейчас что, так в этот котел кинуть? Вот ты уже кинул про свое насилие в образовании. Ты кинай фразу. Я-то хотела сказать, что я сейчас, поскольку я готовлюсь со своими студентами ехать в полигримаж по Японии, я внимательно слушаю всякие популярные лекции по истории Японии, и потихоньку перешла на Китай, поскольку это все очень связано. И я поняла, что, в общем, многое у нас в образовании очень похоже на средневековый Китай, который был на самом деле от него-то пошел. Он-то, в общем-то, впереди планеты всей был в таком стандартизированном образовании. Это вот эти школы для чиновников, экзамены, зависимость от экзамена, кто куда вообще попадет. И вот эти жесткие стандарты, там они развились гораздо раньше, чем они появились в Европе. Это было и хорошо, и плохо. Подождите, а когда они там развились, что-то мне интересно. Они начались вообще чуть ли не в начале века, и там потихоньку вот эти вот... Века имеется в виду, а в начале... Ой, тысячелетия, I'm sorry, тысячелетия. А в средние века, сейчас я слушаю про 630-й год, вот тогда это было уже вот очень так развито. Но попытки такие делать экзамены на чиновников, они были чуть ли не там в 200-м году. Интересно, я судорожно вспоминаю, а в Греции, например... Нет, в Греции точно экзаменов не было никаких. Там были школы, и там как-то они более мягкие. Время тоже нет. Они там была такая полная демократишка, просто выбирались и все. Как-то, да, по-другому было. Да. Ужасно интересно, потому что вообще, в принципе, классноурочная система, она с легкой руки, как я уже потом понял только, товарища лорд Кипонидзе, который написал в свое время книжку про Яна Мосса Каменского, она приписывается Каменскому. Что, в общем, ни разу совсем не так. Потому что до Каменского был Вольфган Крадке со своим, значит, черт забыл, какой он там был, мемориал, франкфуртский, по-моему, франкфуртский. Мемориал, где он, значит, описывал уже классноурочную систему. А на самом деле в 1599 году более-менее классноурочная система описана в этой главной иезуитской книжке по образованию. То есть, как он называется, то не Opus Dei, а он, сейчас скажу, как он точно называется. Это иезуитская штука, называется... Опус Магну, по-моему, она называется. Ну, в общем, короче, самое главное руководство для иезуитских монастырей, как правильно школа организовывать. 1599 года издание. То есть, у китайцев уже типа полторы тысячи лет практиковалось вообще-то. Я, кстати, не уверен насчет классноурочной системы, что была ли она в Китае. Не думаю. Какая классноурочная, не знаю. В смысле того, что условно какое-то время ты учишься, потом какое-то время ты отдыхаешь, а потом какое-то еще время учишься еще чему-то. Про это не знаю. Хорошо, ладно, давайте тогда пойдем к игре. Наверное, стоит пару слов сказать, откуда у меня выросли ноги к этой игре, чего я вдруг к ней привязался. Значит, на самом деле, в какой-то момент для этого learn how to learn, и вообще, в принципе, для обучения, или лучше сказать, научения, я попытался сформулировать семь основных принципов. Вот просто есть принципы эффективного научения. Как эффективно учиться? И принцип номер один заключался в том, что поскольку на учении есть адаптация к окружающей среде, то, соответственно, какую среду создашь, тому и научишься. А второй принцип был такой, и, собственно, есть, что научение может происходить только в безопасной среде. То есть, если ты чувствуешь себя в безопасности, если ты спокойно расслаблен с точки зрения безопасности, то тогда ты, собственно, можешь и учиться. Ну и дальше то, что называется, пошло-поехало. Потому что какая у нас самая безопасная деятельность? Это игра. Собственно, фишка как раз игры в том, что она безопасна. В том, что она у тебя ограничена во времени. Есть какие-то правила. Ты правила соблюдаешь. И даже если ты проиграл, ну, ты всего-навсего проиграл. Ты не, как это называется, не... Ну, ты жив-здоров, невредимый, никак это на твою жизнь впрямую не повлиял. Вот. Дальше я начал вот лазить по, естественно, по Хейзинге и так далее. С удивлением обратил внимание, что у того же Хейзинга, чья книжка «Человек, играющий» является Библией всех людей, которые вообще хотят что-то серьезное подумать про игру. К своему удивлению, я у Хейзинга вообще не нашел никакой психологии там. То есть у Хейзинга вся тема про игру, она, скорее, правильно сказать, историко-антропологическая. И где-то философская, где-то этическая, ну и так далее. Вот. И в этом смысле я немножко удивился. И даже расстроился, что, в общем и целом, для образования ее как бы не особенно, как эту книжку, можно использовать. Вот. А вот сейчас как раз, перечитывая и, как сказать, готовясь к этому обсуждению, я у Хейзинга, даже не у самого Хейзинга, а у переводчика, который его переводил, собственно, нашел интересную вещь, вещь, что феномен поэроцентризма, пишут они, но хорошо, поэро для нас непонятное слово, где педоцентризма вообще говорили в России, но концентрация на ребенке, проявляется в образовательном буме свойственным новому времени вообще, нашему нынешнему новому времени в частности. Перевод делался в конце 80-х годов 20-го века, соответственно, вот эта фраза, она не Хейзинговая из 30-х годов 20-го века, а все-таки из 80-х годов. В нашем новому времени в частности, проявляется в эманентно-насильственной деятельности обучения, находит выход сублимированный страх общества перед непредсказуемым молодым поколением. Вот. Это жутко интересная вещь, по-моему. Потому что на самом деле в некотором смысле вот именно... Ой. В некотором смысле именно здесь как раз вылезает история про то, почему все-таки у нас в школе нет игры. Ну, в школе в широком смысле. Я сейчас говорю, школа не только как средняя школа, да, а я говорю вообще в принципе, что образование – это какая-то такая серьезная вещь. Потому что игра – это как бы какая-то такая детская история, и мы бессознательно пытаемся эту штуку задавливать. Но тогда, опять-таки, если вернуться к тому же Хейзинге и вспомнить, собственно, первую фразу его книжки, первая фраза звучит так – «Игра старше культуры». Кто из вас не видел играющих щенят? Начинается эта книжка. То есть играет все, играет животное, играет вообще все, что не по пути, все оно играет. И мы все это прекрасно знаем, видим, кошки-собачки – это вот наше любимое занятие. Вот. Смотрите, сейчас одну секунду, что я дверь закрою, а то мне тут народ пришел. Вот. И дальше меня накрыла совсем крамольная и такая провокационная мысль, что биологически, ну вот смысл игры и ее идея и суть – это как раз условие, это как раз суть научения. То есть не то, что сейчас, говорится, мы используем в образовании игровые технологии. Сейчас отдельно остановимся, что именно в этих игровых технологиях используется. А то, что само образование, суть, само научение, само обучение – суть – это игра. То есть игра придумана природой, создана ровно для того, чтобы организм мог чему-то научиться. Потому что если это будет вне игры, и он начнет, какой-нибудь, значит, зайчик начнет учиться бегать от волка с настоящим волком, то не сильно он чему-то научится. Да, то есть когда есть некая фатальная история, то есть что такое серьезность? Серьезность, она связана с фатальностью. Ну, либо ты, значит, помрешь, там, то ли от голода, то ли от чего-то еще, то ли нет. Вот. А игра – это как бы то, что можно… Как там, помните, в детстве говорили? Чик-тракт, типа, я вне игры. Понимаешь, из игры можно выйти. Игру можно закончить. А серьезное дело, его можно приостановить. Но поскольку жизнь сама по себе – дело серьезное, то, соответственно, в жизни… Для кого? Ну, как сказать? Вообще-то для тех, кто хочет выжить. Я просто вспоминаю, как бы сейчас, пока ты говоришь, основные положения всяких моих буддистских учителей, кто говорит, все это иллюзия, вся жизнь игра. Не-не-не, подожди. Иллюзия – это иллюзия. Давайте. Буддисты, конечно, молодцы. И кто же, короче, с ними поспорит. Все иллюзия. Ну, все иллюзия, да. Я очень хорошо помню. Вася, а ты помнишь, у нас был такой в МПГУ проректор Жок Валерий Иванович? Помнишь, был такой? О, конечно. Да, мы лишним мужик был. Да-да-да. Я лично его не видел, но я много о нем слышал. Значит, Жок вел у нас на физфаке семинары по философии. Я там не помню, то ли это была история философии, то ли еще что-то такое. Значит, Жок был гениален тем, что, вот представьте, ну, старая такие советская аудитория, она маленькая семинарская, но при этом она в форме такого пенала, вытянутого к окну, и вдоль длинной стены размещена доска. Доска, наверное, метр четыре или пять с длиной, высотой полтора метра, она такая с линолеумом. Вот. А Валерий Иванович, надо понимать, был очень крупный человек, мягко говоря, толстый. И очень тяжело ему было передвигаться, поэтому он садился за преподавательский стол около окна. И дальше говорил, так, а вот теперь представьте себе, что на доске нарисовано вот это, а вот от него направо идет стрелочка, и мы у себя в тетрадках рисовали эту доску. И в итоге он, не вставая с места, и ни одного, как бы не беря в руку мело, у нас в тетрадках появлялась полностью исписанная доска. Потом он говорит, так, тебе переверните страницу, и рисовал вторую доску нам, то есть просто словами. Вот. Почему я про него сейчас вспомнил? Потому что мы были на третьем курсе тогда, это был какой-то 92-й год, мы все были жутко увлечены всякими восточными делами, там, дау-физики, всякая штука. И первое, что мы прибежали, сказали, Валерий Иванович, Валерий Иванович, а мы же будем обсуждать восточные философии всякие? Он говорит, ну, ребят, ну, вы же взрослые люди, вы же сами прекрасно понимаете, все зависит от всего. Ну, что об этом дальше-то говорить? Ну, много чего можно говорить, так же, как, можно сказать, все игра или не все игра. Вот. В общем, да, соответственно, возвращаясь к игре. Игра, да, значит, то, что сейчас происходит в образовании, когда полный бум, значит, абсолютный бум этих всех игровых технологий, придумали слово геймификация. В общем, ну, понятно, слово геймификация придумано, чтобы денег сводить. Ну, то есть, придумали термин, под него гранты дают, там, значит, инвестиции всякие, ну, и всякое такое. А особенно после того, как выяснилось, что, как там, после того, как придумали Тетрис, стало понятно, что игра – это вообще дорогая штука, и можно с нее, как бы, много денег зарабатывать. Вот. И понятно, что в образовании игра сейчас используется как некий такой дидактический прием или дидактическое средство, педагогическое средство. Теперь давайте мы сыграем в игру, там, я не знаю, кто назовет больше, значит, там, океанов, морей, или городов, или еще четко не знаю чего. Вот, там игры могут быть очень сложные, разные, вот, значит, там щедроветяне придумали оргдеятельностные игры, редко, с моей точки зрения, гадость. Кстати, единственное, где я, значит, Василий Павлович, играл в этой самой оргдеятельностной игры, так это в Шанинке. Единственное, где, как раз еще с Каспаржаком и Хасаном тогда. Скажи мне, пожалуйста, я вот слушаю про игру, да, и я думаю сейчас вот о чем. Есть, как бы, чему, чему, вот есть несколько, как бы, уровней, чему учат, да, как у нас есть в процессорке, у нас есть skills, умения, а есть метаумения. Умения, сейчас, умения, допустим, умения Кости Зискина, это, там, читать очень умную литературу и потом своими словами ее пересказывать и из нее делать еще какие-то новые выводы, да, например. А вот метаумения, это само по себе вообще способности много читать, много перерывать, интерес к этому, так сказать, добродушное удовольствие, вот, например, удовольствие от познания нового, это метаумение. Вот. Не понял. Ну, вообще не понял. Сейчас, я попробую сформулировать. Попробую сформулировать. Вот игра, она может нарабатывать и умения, и метаумения. Ну, ты не понял, потому что есть, как бы, есть, как бы, какие-то skills, есть какие-то конкретные навыки, которые мы хотим там передать, да? А есть там страшно. А есть само отношение к жизни, которое лежит под навыками. Ну, как сказать, я много часто реагирую на многие серьезные высказывания словами осла из мультфильма про Шрека. Помнишь, когда они там как-то раз со Шреком шли по дороге, и Шрек говорит, мы, понимаешь, устроены, как, у нас много слоев, у нас вот слои лука, это как лук такой, вот. На что, значит, осел слушал, слушал, потом говорит, мы, ослы, устроены проще. Может быть. Сдается мне, что метаумения, то, что называется метаумениями, это такая, опять-таки, красивая маркетинговая упаковка для того, чтобы как-то объяснить эту сущность. Но, по сути своей, это, ну, как бы, это скорее, ну, как бы, отличное метаумение там. Выпил эндорфинчик, вот у тебя метаумение случилось, понимаешь, и хорошо. Ну, например, да? Не совсем понимаю, какой ответ. Я хочу услышать, что скажет Василий, потому что мы как-то на него не обращаем внимания, а рука поднята. Спасибо, спасибо, коллеги. Мне кажется, что вот я бы начал, вообще-то, сначала соблюдение того, что такое игра, и где она начинается, и где она заканчивается. И в этой связи, я как на правах свежей головы, совершенно в этом отношении, просто я подумал, ну, помимо вот этих деятельностных игр, которых я в шайнике уже не застал, я подумал, да, да, я думаю тоже, да. Значит, я подумал, а где сталкивался с игрой в своей образовательной деятельности? И тут я понял, что когда мне было 23 года, я только выпустившийся студент МПГУ, пришел работать в педагогический колледж номер 6 на Кутузском проспекте. Вот такой вот толщины был. Значит, и у меня, соответственно, были студенты, ну, мне было 23 года, а этим студентам было 17 лет. Там было образование на базе уже школьного образования, значит, вот такой исторический факультет они открыли, педагогический колледж. И я тогда понял, ну, какой я преподаватель? Ну, вот я вот 23 года, я ничего до этого, кроме практики, никогда не преподавал, нигде не работал, в школе не работал и так далее. И тут я понял, что я должен играть эту роль. Понимаете? Что я просто буду сейчас играть роль преподавателя, потому что мне дали вот такая у меня роль сегодня. Главное, что при этом аудитория тоже приняла правила игры. Она сказала, ты будешь преподавателем, а мы будем твоими студентами. И мы, собственно, начали в это играть. При том, что я избежал, ну, как бы я был приучен вот этой либеральной школой 90-х годов, что никакого насилия, никого нельзя выставлять за дверь, нельзя кричать, нельзя повышать голос, нельзя вот так стучать, вот знаете, как старый учителя вот так вот ручкой по столу. Это ни в коем случае нельзя делать. Я играю, и я, так сказать, понимаю, что при этом я немножко не настоящий преподаватель. Мне не 65 лет, я фактически мровесник, и, значит, я, ну, вот эта игра тогда получилась. Я даже могу вам сказать, что как-то, значит, пришли ко мне на открытый, ну, как бы устроили нежзапно, причем, открытый урок. И все вот студенты в моем классе, они поняли, что меня проверяют, и вели себя просто, ну, исключительно. Просто вот, знаете, вот как-то, ну, просто вот были зайками такими, какими никогда не бывали. И что-то отвечали даже, ну, представь себе, люди там были довольно-таки такие, не очень тяготевшие к учебу. Тем более это был 97-й год. Значит, и как раз учительница, та вот женщина, которая приходила, там заучка какая-то, она мне потом сказала, вы преподаватель от Бога. Я подумал, а почему она так сказала? Наверное, она поняла, что студенты, на самом деле, признали меня вот в этой игре. Понимаете? И это единственное, почему она сказала. Потому что я говорю, ну, я довольно, конечно, так репетал, что-то непонятное. А ты это как-то артикулировал, что ты, давайте, поиграем? Или просто... Нет, нет. Это было, знаешь, это было в зоне умолчания. Это было в зоне умолчания, но мне кажется, что мы понимали друг друга. Потому что я сразу вошел в роль, понимаешь? Я понимал, что я в образе. И этого нельзя было не заметить, что я в образе, понимаешь? И, кстати говоря, я должен тебе сказать честно, что до сих пор, когда я выхожу в аудиторию, я готовлюсь к этому, как к выступлению на сцене. Именно вот, ну, как к такой вот актерской игре. Учитывая, что у меня у жены двое родителей актера, она говорит, да, да, мы играем, мы играем. Понимаешь? Подожди, а вот тут вот интересная история. Подожди, а вот есть, вот это вот, ты как-то разводишь это? Есть игра, как, как это сказать-то, ну, игра, как некое состязание, соревнование или как имитация какой-то деятельности, ну, давай поиграем в дочке матери, да? Вот. А есть игра актерская. Вот ты, ты разводишь это как-то или это для тебя вот одно и то же, по сути, одно? По сути, это на самом деле очень близко друг к другу, потому что есть пьеса, понимаешь, есть пьеса, в которой у тебя одна из ролей, да, эта пьеса опять же заканчивается, как ты понимаешь, она же идет безопасно для всех участников тоже, точно так же, потому что, ну, как бы все, вот, у каждого своя роль. Да, вот мы помним также по психологии есть понятие ролевые игры, да, фактически, предлагаю, в качестве вот свое занятие, это мое занятие, это ролевая игра, понимаешь? Ну, мы можем играть в дочке матери, можем играть в правительство, можем играть там, не знаю, что мы академики и сидим в библиотеке и читаем, но все это так или иначе игра, но в этой игре, как бы, мы, тем не менее, естественно, учимся, да, потому что это не настоящее, ну, как вот. А я тебе задам другой вопрос. Да, да, да. А как ты считаешь, все-таки у тебя большой педагогический опыт, извините за выражение? Ну, есть. Значит, да, некоторые. Вот скажи, пожалуйста, как ты считаешь, а возможно ли качественное обучение, с твоей точки зрения, кстати, отдельный вопрос, на полях ты потом на него что-нибудь скажешь, какой был результат, ну, в смысле, даже если взять формальный результат, там, от пятерки, двойки, в смысле, как бы, хорошо ли они учились, действительно, ты можешь сказать, что они что-то выучили по этой твоей истории. Вот, но первый вопрос другой, может ли обучение, да, эффективно, или, там, правильно, быть без игры, вот, ну, на серьезке? Нет, 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 я считаю, что вот как раз, понимаешь, если мы приходим с такими очень серьезными вещами, если мы выстраиваем барьер между собой в аудитории, вот здесь важно понимать, что я не строил этот барьер. Барьер при этом, хотя он существовал объективно, он объективно существует. Конечно, потому что есть сцены и зрительный зал. Кстати, кстати, а студенты в твоей игре, они были участниками пьесы или они были зрители? Да, они были участниками пьесы, конечно, они были участниками пьесы, безусловно, безусловно, они участники пьесы. Ну, смотри, мне трудно сейчас уже с высоты своих лет, тех прошедших лет судить о результатах, но мне кажется, что они там, тем не менее, были. Я помню, принимал экзамен, и мне даже как-то понравилось, что многие отвечали очень связно и как-то осмысленно. Даже удивительно. Да, да. Всем понравилась эта пьеса? Это была веселая пьеса для них тоже, не только для тебя. Я думаю, что да. Кстати, это было весело? Ну, понимаешь, я старался, я всегда добавлял какой-то юмор, обязательно. Я больше тебе скажу, там была замечательная история, значит, я иногда говорил им такую фразу, обоснуйте. Значит, вот я говорил, обоснуйте. А, значит, а там я объясню, вот, ну, как бы, понимаете, это, значит, поклонная улица. Там многие учились люди, которые приезжали из Солнцева, вот, и тогда Солнцевские дела, все это мафия, они все очень были выречены этой блатной романтикой. И один студент на занятии меня спрашивает, скажите, пожалуйста, вы имеете отношение к блатному миру? Я говорю, а почему вы так решили? Ну, вы говорите, обоснуйте. А на самом деле в тюрьме, когда там передаешь одного, что-то там такое, говорят, обоснуй. Вот. А я-то имел в виду, более того, вы говорите, еще авторитеты академические, говорите, еще слово проблема. Вот какая у нас проблема, обоснуйте авторитеты. Вот. Вы, наверное, наши работы читаете, когда на джипе едете, там, значит, с кореша. Вот это не наш стежок. Но вот просто, вот ты понимаешь, степень отношений наших, чтобы ты понимал, да? Я как бы, ну, наверное, может быть, вы и правы. Понимаешь? Но, в принципе, это говорит о том, что... Я бы сказала, твое удовольствие от обучения даже это не могло разрушить. Тебе это все нравилось, даже это, да? Но ты рассказываешь с удовольствием об этом. Ну, да. Для тебя это была вкусная игра. Мне доставляло удовольствие. Мне доставляло удовольствие. При этом я не могу сказать, что я там владею игротехниками. И никакими игротехниками никогда не промышлял, не занимался. Более того, как таковые игры я не устраивал. Ну, просто я придерживался классической формы семинара, там, лекции и так далее. Но при этом это все тоже была игра. Потому что я... А вот, кстати, интересная штука. А интересная штука. А вот, как бы, возможно ли было... Вот сейчас просто попробуй, ну, что-то мне подсказывает, что ты в некотором смысле до сих пор так же играешь со студентами. Ну, грубо говоря. Да. Скажи, пожалуйста. Тогда, ну, как бы, хороший опыт. Давайте вот просто к актуальному опыту. Уже сейчас ты этот самый, как это, умудренный, убеленный. Да? Как сразу свет включился, и ты сразу действительно стал убеленным. Да, и из-за нашей. Вот. Что-то было, я выпадал, простите. Я выпадал, очень интересно, что на слове убеленный у тебя как-то включили метки, и ты действительно побелел. Интересно. Подожди, ты можешь повторить? Потому что я даже не слышал убеленный. Да, 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 сейчас, конечно, повторю. Значит, уже такой опытный, убеленный, значит, преподаватель. Скажи, пожалуйста, а вот как реализуется в твоей игре, как сказать, вне игры, выход из игры? Вот типа стоп-игра. Вот есть такая штука? Смотри, я думаю, что стоп-игра возникает тогда, когда, ну, например, например, когда человек получает неудовлетворительную оценку, от этого зависит продолжение его учебы, а ты знаешь, что в Шайенке довольно часто отчисляют, за плагиат, например, или там, ну, за что-то еще. Здесь уже стоп-игра, здесь говорим, ну, извини, друг, но так вот это как бы, причем при этом никогда это не выглядит, как, понятно, какой-то буллинг, унижение, но здесь, наверное, все-таки игра уже останавливается на этой стадии, я думаю, да. А вот видишь, когда, видишь, я... То есть ты хочешь сказать, игра останавливается, когда она становится опасной для человека? Да, 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 да. Нет, подожди, не опасно, наоборот. Смотри, какая штука. Одно дело, когда у тебя есть, когда у тебя есть такие внутренние, внутренняя игра, она идет, а дальше в тот момент, когда игра становится опасной, игра заканчивается, и дальше мы можем, ну, условно договориться, обсудить и так далее, то есть у нас есть уже какой-то серьезный разговор. А тут, оказывается, совсем другое, что как раз игра заканчивается, и заканчивается все обвинение, все, ну, как бы тебя отчисляют. То есть не то, что говорит, ну, ладно, так, вот, как бы, сорян, значит, уже плагиат, так не работает, давай быстро переделывай, там, переписывай, ну, и так далее, то есть, ну, как бы... Нет, первый этап, конечно, всегда первый этап, говорим, ну, извини, перепиши, конечно, есть попытка жизни дается, то есть в игре есть такая ситуация, когда попытка жизни дается все-таки, но когда это в соответствии с протоколом, там, третий или второй раз, в зависимости от ситуации, да, извини, все, тогда вот получается так. Но, опять же, это делается обязательно, не индивидуально преподавателям, собирается комиссия, которая говорит не одним голосом, а несколькими голосами, человек это слышит, человек понимает, и обычно это не приводит к острым конфликтам. Это первая ситуация. Вторая ситуация, в целом какой-то конфликт, если имеет место, вот если, например, опять же, становится опасно, на этот момент игра прерывается, да, мы начинаем разбираться с основаниями конфликта. На самом деле, опять же, конечно, вся игра заточена на то, чтобы конфликтов избегать, понимаешь, мне кажется, что сам смысл игры в том, чтобы конфликтов избегать, и, собственно говоря, когда ты уже вовлек в игру людей, обычно конфликты, ну, реже происходят, но если имеет место такое событие, то, конечно, в этот момент игра останавливается. Динка, скажешь чуть-чуть, да? Две вещи хочу сказать. Первая, то есть меня задели две вещи. Во-первых, я хочу чуть-чуть пояснить, что с точки зрения методологии игры сделал Василий, который ты сделал это натурально. Это было в твоей способности, да? Вот. А во-вторых, про конфликт чуть-чуть. С точки зрения игры, да, допустим, ну, вот ко мне, как коучу, как терапевту, может прийти человек вот такой вот, Василий номер два, менее способный, который скажет, меня поставили преподавателем, а я что-то боюсь этих студентов, что-то у меня не получается эту игру сделать или там. И вот как бы можно его обучить этому, да? Тоже с помощью игры можно, ну, один из самых простых приемов сказать, а вот есть ли кто-то, кто является роум-модом? Ну, вот так. Вот Василий номер один, он такой веселый и справедливый, и с юморком, ему весело там, да? Да. И тогда все это разбивается на каналы восприятия. Это методика есть в НЛП, она есть в процесс-ворк. Как человек двигается, как он дышит, как он ходит, как он одевается, как он смотрит. И вот я бы заставила этого человека играть. Он бы начал играть и в какой-то момент обязательно бы наткнулся на границу. Нет, я так не могу, мне страшно, я не могу выпендриваться, я не такая, не такой. И вот тут, тут нужно создать для него комфортную атмосферу, там какая-то будет блок, травма, whatever. Значит, тут надо его хвалить, тут нужно ему показывать своим примером, вот, тут нужно иногда ему дать наоборот упора, сказать, нет-нет, ты никогда, никогда не будешь стоять на сцене и преподавать так, как Василий, это тоже иногда действует, дать ему вызов. То есть есть, в общем, совершенно четкие методологии, которые позволяют поддерживать человека в этой игре и которые позволяют его как-то провести через его ограничения. Потому что, ну, всегда будут, ну, иногда у нас есть какие-то вещи, к которым мы способны натурально, а есть вещи, которым надо чуть-чуть преодолеть. Вот, то есть есть, в общем-то, методология, вот это то, что ты описал, есть методология довольно эффективная, которая помогает вот это вот нарабатывать. В данном случае это вот этот самый метаскилл стоять на сцене спокойно, весело, создавать атмосферу. Метаскилл создаёт атмосферу. Создали атмосферу, где ученик мог, даже из Солнцевска мог с преподавателем обсудить, что такое проблема и авторитет, как-то с друг другом там. Подождите, а я тогда вообще потерял нить. А что тогда не игра? А то, где, то, что ты описал, где человек не может эмулировать чужие поведения, где он боится, где от этого зависит его какое-то выживание, где он сталкивается с блоком, и никто его не поддержит в этом, и он отскакивает, и никогда больше туда не идёт. Подожди, ну вот ты встаёшь утром, в честью жубы, идёшь завтракать. А, я тебе могу сказать, игра это всё-таки в данном случае, она нужна, я не знаю, что игра и что не игра, но в данном случае игра применяется для того, чтобы найти какие-то способы действовать в новом, потому что, в принципе, ну, тут ещё, с точки зрения психологии, да, есть такое понятие внутренней критикой, это очень популистическое понятие, но оно удобное. И вот он абсолютно, вот эта вот критика, она внутренняя, она звереет, когда человек делает что-то новое, да. Вот Василий вышел на сцену, там, студентом первый раз, вот в этот момент можно было всё упасть и никогда не прийти. Или там, моя дочь то же самое сделала, год тряслась, а вот ты там как-то хорошо делала, да. Вот, вот игра, когда тебе надо сделать что-то новое, ты не знаешь как, и ты эмулируешь это поведение. Тебе создают, в данном случае тебе создают. То есть Василий сам себе создал, что говорит о способностях и талантах, а если это обучающая среда, то есть фасилитатор какой-то, преподаватель, как мы его называем. Он должен создать вот эту атмосферу безопасности и поддерживающих каких-то техник, где вот эта эмуляция какой-то деятельности будет удачной. И второе, ты просто, Василий говорил об избегании конфликтов, да, а на самом деле вот для меня очень важно обучать людей быть в конфликте и создавать безопасные игровые, но не игровые, наполовину игровые, наполовину серьёзные ситуации, где люди могут безопасно разобрать свой конфликт. Это как бы одно из вещей, где очень важно вот полуигра, полуреальная ситуация, потому что, ну, на самом деле, когда мы не умеем работать с конфликтом, что происходит, мы можем посмотреть наружу, ужаснуться и уйти. Да, то есть вообще работа с конфликтом, избегание конфликта, не очень хорошая история, работа с конфликтом очень важна. Какая-то это отдельная история, другая совсем, честно, давайте конфликтом не уходим. Но она тоже связана с умением играть, понимаешь, с умением создать безопасную атмосферу и поддерживающей практики. Сейчас, это другой совсем, ещё раз, вот всё равно, когда ты говоришь, когда Вася говорит, вот когда вы говорите про игру, вы всё равно говорите игра как метод, то есть игра как некая форма, игра как инструмент. Вот я говорю, как бы, значит, вот у нас есть некий образовательный процесс. Дай пример, дай пример, о чём ты говоришь. Потому что я не знаю, как Вася, я по образованию инженер, то есть мне нужен пример. Я философизирую и не понимаю. То, что ты сейчас рассказала, это был пример. Если мне надо, то есть человек, я начинаю с ним играть. Вот твой пример. Ну, Василий тоже дал пример мне понятный. Внимание, ваши примеры, это примеры применения игры, если у тебя есть цель обучения. Правильно? Да. Значит, игра – это инструмент, инструмент, пила, молоток, рубанок, который мы применяем для того, чтобы научить. Правильно? Ну, можно так сказать, наверное. А ты хочешь сказать, что мы всегда, мы только так и можем учиться? Вот. То есть ты хочешь поменять как бы… Я меняю, да, я не то чтобы я хочу поменять, но у меня есть такое ощущение внутреннее, серьёзное, что игра – это вообще единственный механизм научения. То есть если нет игры, вообще научения не происходит. Ну, смотри, я соглашусь, я единственное, я вот скажу, где игра заканчивается. Вот, понимаешь, мне кажется, что это важный момент, она заканчивается там, где наступает формальный момент отчётности. Когда, ну, словно говоря, мы присуждаем диплом. Да, это уже не игра. Это уже всё. А вот это, кстати, спорный момент. Я сейчас не говорю тебе «нет», да? Я не говорю тебе «нет», но… А я не говорю тебе «да», я не говорю тебе «да» при этом. Да? Вот смотри, но давай подумаем, у меня правда, я не знаю, у меня нет ответа. Но ведь на самом деле все эти дипломы, побрехушки, я обожаю даже серьёзные люди, серьёзные, к которым действительно очень уважительно и серьёзно относишься. Придёшь к ним в какую-нибудь комнату, а у них иконостас, значит, каких-то там дипломов, чёрта лысого. Ну что, это не игра, что ли? Господи, ну это же побрехушки. Ну, слушай. Короли и королевы. Сейчас мы опять идём к моим буддистским друзьям. Мы говорим «вся жизнь игра» и «вся жизнь обучения». Подожди, сейчас скажу. Да, да, вот, кстати, я подожду. Да, ну и всё. Нет, понимаешь, тогда тема закрыта. Вся жизнь игра, ну всё, тогда разошлись. Ну окей, и что дальше? Всё зависит от всего. Всё, всё. Сложно. Мы всё-таки должны определить границу. Мы поняли, где она начинается, где она заканчивается. Моя гипотеза, я не настаиваю на ней. Я согласен. Потому что, ну, смотри, церемония вручения дипломов – это тоже своего рода игра, представление. Конечно. Особенно в шаге. Кусть того, я когда был маленький, мне очень нравились всякие короли, королевы и всякие генералы, у которых куча орденов. Я тоже, когда был маленький, очень хотел, чтобы у меня была вся грудь в орденах. А сейчас, например, я реально, ну вот я смотрю на какой-нибудь там, показывают, я не знаю, там какую-нибудь хронику, там приёма у английской королевы или, предположим, там выступление английской королевы в парламенте. Ну и я понимаю, что это всё на самом деле карнавал такой. Он важный. Я ни в коем случае не хочу умолить его значимости. Более того, вот то, что у нас такой, у нас другой карнавал. Вот, но, я имею в виду, в России, у них уже всё, нафиг, не у нас, не хочу. Вот, значит, значит, ну это тоже как бы, это всё элементы игры. Вот это всё, знаешь, это развесивание. Мантии, 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 голда. Конечно. Первым делом маленький ребенок надевает на себя покрывало и говорит, что он в мантии. И корону. И корону. Смотри, я хочу тебе сказать, что, сейчас я немножко выскочу. А, вот что. На самом деле, как друзья нейросайентист, Юлика сегодня нет, нейросайентист, они говорят, что где-то там от 80 до 98 наших решений принимаются не сознанием, а подсознанием. До того, как мы принимаем, они там замеряли, до того, как мы принимаем решение, у нас уже где-то дёргается ручка, и всё это идёт из тела. И вот это самое подсознание, которое в моём эзотерической комнате говорит душа, да, её язык как раз и является игра, песни, ритуалы, пляски. И, в общем, человечество в той же Древней Греции, всё это образование, что с помощью мистерий каких-то, с помощью вот больших каких-то ритуалов, жреческое образование, это то, что стояло в основе вообще разных видов образований, да. Ну и как бы части его перепереняты, у кого-то мантия, у кого-то шапка, у кого-то сзади доска с мелом и так далее, и так далее. А где нет игры-то? А? Где нет, понимаешь? Вот мы сейчас допёрли до того, что у нас вообще что ни возьми, всё игра. Ты хочешь философский ответ или... А что ты хочешь? Вот ты задаёшь этот вопрос. Для чего тебе этот ответ? Я сейчас как? В своё время. Я, как правоверная буддистка, скажу тебе, всё игра. Подожди. Тогда мы вообще не можем использовать этот термин, вообще им пользоваться. Для чего тебе это нужно, Костя? Что ты хочешь сделать? Давай практично, как инженер-инженер. У меня вопрос такой тогда, да? Я могу говорить о, там, ну, как бы, вот, имеет ли смысл выражение игра и образование? Или игра в образование? Или если игра всё, то это, знаешь, образование и жизнь. Окей. Всё. Закрыли тему. Я бы, как бы, говорила... Ты можешь говорить, и ты не первый, кто говоришь, игра в образование. Что ты хочешь этим сказать? Вот я не понимаю общую, как бы, направленность. Ещё раз. Пример, дай пример. Я не понимаю... Ну, какой пример? Нет примера. Пример всё. Ты говоришь, игра – всё. Вот всё, что есть – игра. Вообще. Я говорю, я так, я так живу, я. Я понимаю. Я понимаю. Да? Но тогда мы слово «игра» можем вообще вынести за скобку, потому что это и так всё есть. Тогда нам... Вот я люблю слово «эмуляция», поговорю. Подождите. Называю это шейп-шифтингом, не знаю. Ещё раз. Если игра – это всё, то мы должны забыть это слово. Оно вообще не имеет смысла. Нет, ну смотри, давай так. Мы говорим об обучении новым, да? Есть уже наработанные скиллз. Вот я там, у меня там уже наработано включение зума для того, чтобы записывать это. Всё, у меня всё стоит. Я не думаю. Я дын-дын-дын-дын пошла и сделала. У меня вообще творческая часть, когда там нейросенсы, не включается. Мне не нужно для этого играть. У меня там записана программа. Я пошла, включила, сделала, села, села. Всё. Дальше. Есть какие-то вещи, которые надо наработать новые. Я их ещё не умею. И в этот момент там, я не знаю, там, допустим, я не умею, вот сейчас я не умею читать лекции как следует на Zoom. Подожди. Английская королева, когда наряжается в ордена медальки и зачитывает, значит, перед парламентом своё сообщение, она это умеет. Мягко говоря, она это делает там. Делала 60 лет. Да, у неё наследство, birthright. Её научили, да. Подожди ты, Господи. Если это игра без всякого творчества, то какая тут? Это игра? Я не знаю про английскую королеву. Я же говорю, я инженер. Дай мне пример про себя или про то, что я могу дотронуться. Я, наверное, знаю. Ты можешь обсудить понятия? Вот есть понятия игры? Не очень сложно. А как ты слова употребляешь вообще? Вот почему ты считаешь, что ты употребляешь слово правильно? Давай я тебе скажу. Синхрофазотрон. Пуэроцентризм. Пуэроцентризм, я тебе объяснила. Это когда ты весь день пьёшь пуэр. Понятно. Хорошо. Но видишь, ты же даже что-то объясняешь. То есть, как тебе сказать, если мы, понятно, что для того, чтобы осознать какой-то феномен и начать что-то делать, этот феномен нужно сначала описать, что что-то есть такое. Значит, при этом вы, как сказать, я делаю утверждение, что игра – это всё. Ты говоришь, да, я согласен. Полностью. Вот в образовании игра – это всё. Дальше ты говоришь, я применяю игру тут. Как ты её можешь применять, если вообще началось образование – это уже игра. Всё. Никакого ничего применять не надо. Уже всё. Игра есть. Не дальше ничего применять. Я бы сказала, что, ну, ты можешь так. Я ищу какие-то эффективные способы научения людей. Для того, чтобы эффективные способы искать, надо сначала понять, что именно ты делаешь. Понимаешь? Что происходит. Тогда ты можешь понять способ. Если у тебя надо срубить берёзу, то ты знаешь эффективный способ срубить. Надо взять топор. Но мы понимаем цель – срубить берёзу. Понимаешь? У нас есть задача некая конкретная. Мы понимаем суть вопроса. Теперь дальше ты говоришь, я играю. Окей. Что делаешь-то? Зачем? Ты играешь зачем-то? Или ты играешь просто потому что? Потому что? Я играю, пока мне на это есть энергия, пока мне интересно. Правильно. Ты даже сидишь и разговариваешь, пока есть энергия. Когда нет энергии, ты ложишься и спишь. Это понятно. Ну, всё. Вася, рассуди нас, пожалуйста. Мы как-то, по-моему, забрели. Мы за… Во-первых, я согласен с Диной, простите, что на самом деле действительно игра – это очень индивидуальная вещь. Я играю. Вот смотри, здесь ключевое – я играю. Тот, кто играет, тот играет. Но не все, кто занят в образовании, играют. Я подозреваю это так. Тот, кто играет, тот играет, как сказал Дина. Пока есть энергия, пока есть желание. Понимаешь? Не все играют, я думаю. Я боюсь, что особенно оно у нас на родине. Я думаю, что если нас сейчас послушают, узнают, что Жарков оказывается. Все эти годы притворялся, зараза. Представляешь, какой гад. Он изображал из себя учителя, а не был учителем с большой буквы «У». Понимаешь? Это же кошмар какой. Он же шарлатан, обманщик. Понимаешь? Нужно приходить с серьезными вещами и говорить себе по бумажке, что написано и так далее. Понимаешь? Я не уверен, что вот подход сейчас нами, обсуждаемый как естественная наша среда существования в образовании, она очень созвучна большинству наших коллег. Я не уверен в этом. Это нужно обсуждать. Я, кажется, нашла слово. Есть такое слово «удовольствие». Пока человек получает удовольствие, то это можно называть игрой. Как только он перестает получать от этого удовольствие, тогда это что-то другое. Вот мне кажется, что это одна из основных характеристик игры. Может быть, не единственная? Не играет не для удовольствия. Не играет не для удовольствия. Играют всегда для удовольствия. Согласен. Да, это всегда в этот момент. Я не могу сказать, что это единственное определение, но это без сомнения условие. Я бы считаю, что очень важно, что удовольствие от самого процесса. То есть удовольствие когда-нибудь, а именно сам процесс игры, он доставляет удовольствие. Да, да. То есть как бы щенки, когда играют, им все равно их кусают или они кусают. Им все равно кайф. Да, кстати, вот ты любишь свою нейросайенс. Это у Юлика, понимаем. Ну, слушай, Юлик, он все-таки психиатр. Ну, ладно, подожди. Он занимается серьезно. Ну, хорошо, я тоже занимаюсь серьезно. Уже давно нейросайенс. Не, не, не. Ну, Юльк понимает. У него исследование. Я это понимаю. Да. Хорошо. Так вот, значит, ну, известно, что вот эта повторяемость некоего действия, она действительно у нас в какой-то момент влияет на нашу память и скоротковременно переводит долговременно. Это вот известная история. Там все эти любят приводить пример. Вот вы сидите, сидите, значит, вдруг вы чувствуете, что у вас капает кран. Дубынин очень любит про это говорить. Он у вас там двое суток у вас до этого капал, но каждое вот это микровоздействие, оно было, значит, незначительным, а когда оно накопилось, там, сто тысяч раз он капнул, то, в общем, ваш мозг решил это запомнить. Ну, типа, наверное, что-то важное, если так все время капает. Вот, соответственно, я очень хорошо помню, учаясь в английской спецшколе, как нас мучили, застали писать столбики английских слов, чтобы мы запомнили английские слова. Это, наверное, самое бессмысленное занятие, которое при этом нейро, как бы на нейроуровне ловит эту штуку. Ну, действительно, когда ты 150 раз это слово напишешь, то, наверное, ты потом его будешь писать, ну, потому что действительно уже одуреть можно. Подожди, подожди. То есть это была не игра, но это было образование? Нет, это было запоминание. Это было, конечно, это было запоминание. Значит, образование, часть образования? Не знаю. Вот это, кстати, хороший вопрос, это мы потом можем обсудить. Что такое запомнить, что такое образование? Вообще-то, если мы помним в прошлый раз, мы говорили про образование как трансформацию, да, а не, как сказать, не присвоение чего-то. Это немножко разные вещи. Вот. Так вот, конечно, существует, я же в данном случае говорю, ну, как это, и медведям можно на барабане научить играть. Вопрос, каким образом? Так вот, я к тому, что игра позволяет вот эти повторяющиеся действия, которые, по идее, занудные и неинтересные, позволяет сделать прикольными, сделать интересными, и такими, что повторяемость действия, оно у тебя, наоборот, вызывает, как сказать, стимулирует твое удовольствие, вызывает у тебя удовольствие, а не, наоборот, как рутина и раздражение. Вот. Вот игра позволяет. Да. Ну, вот тетрис, чертов, понимаешь, как бы, одни и те же там пять разных фигурок падают тебе вниз. Уж на что повторяющаяся штука? Уж по идее люди должны были бы устать там за 30 секунд от этого. Нет, сидят, понимаешь, часами. Ну, кто сидит, кто не сидит. Ну, подожди, я бы сказала, что вот то, что я сейчас слышу из всех этих разговоров, что, в принципе, ну, образование, научение, да, могут быть разные, все-таки разными способами. Можно это делать и без удовольствия. Можно делать с помощью игры, а можно вот так вот нудно долбать. Другое дело, что зачем? Кстати говоря, я вот сейчас подумал, смотри, вот ты говоришь об учении языку. Я, как человек, очень плохо учившийся языкам всю жизнь, могу тебе сказать следующее. Вот сейчас у меня есть потребность в изучении очередного языка. Я подумал, как бы я дал бы за курс языка, который был построен таким образом. Мы идем в магазин, и там я выучиваю вместе с представителем фразы, повторяя за ним, все фразы, которые нужны мне в магазине. Мы идем в гостиницу, и там выучиваем, повторяяем все слова, фразы, которые мне нужны там в гостинице. Мы идем, не знаю, куда-то еще, и вот эти, собственно говоря, игровые ситуации, когда я обучаюсь в игре языку, понимаешь, мне было бы дороже, чем я бы сидел бы и учил эти слова. По семь, там, не знаю, по три слова. Я ненавижу это, вот честно тебе скажу. У меня в АК было же из-за этого очень бедный, потому что я выучиваю только те слова, которые мне нужны. Когда я пришел в магазин, повторил за продавцом и моим преподавателем слова, и что-то купил сам в этот момент, то, соответственно, это останется у меня навсегда. Понимаешь? Ну, есть нюансы. Наверное, игры есть уже такие компьютерные? Нет, нет, конечно, есть такие игры, и я думаю, что на самом деле надо посмотреть там разные курсики по этому самому. Тебе же не обязательно физически идти в магазин, ты же можешь сидеть в виртуальном магазине, понятно, да? Вот, нет, там, как сказать, есть, кстати, одна очень симпатичная девочка, которая сделала там 10, я тебе скину потом этот самый видосик, как она учила языки. Она действительно там чертову ему языков понавыучила. Значит, там, и очень правильно, то есть в некотором смысле вот эти все эффективные методики, как бы все эффективные вот эти принципы, она как раз просто по-другому их называет. Так, в данном случае, тут вопрос, сколько раз тебе надо сходить в этот несчастный магазин, чтобы запомнить эти слова. Вот, кстати, сейчас такой мостик, я, наверное, тупой, как я понял, потому что то, что говорил Петровский на прошлом нашем семинаре, я понял только после второго прослушивания нашего семинара. То есть сначала я это слышал вживую, потом я это послушал еще один раз, а потом я это послушал в третий раз, только, ну, второй раз прослушал, соответственно, третий раз. Вот на третий раз я, например, очень-очень четко понял, что имеет в виду Петровский, когда говорит, что не адаптация, а трансформация, и что имеет в виду Петровский, когда говорит изменить полностью себя. В данном случае это, может быть, помните, ну, ты, наверное, вас точно знаешь, у Эриха Фрома эта знаменитая книжка «Иметь или быть», да? Ну, я знаю, что там. А, ну вот. Плассика. Да-да-да-да-да. Не, я просто его сначала к философам отнес. Ну, так вот, иметь или быть, да? То есть, когда мы говорим про образование, мы говорим не про иметь что-то, а про быть чем-то, то есть поменяться. Понимаешь? Дело в том, что человечество под образованием понимает другое. Я не знаю, кто такое человечество, я с ним не знаком. Зато я знакома. Хорошо. Познакомишь меня потом как-нибудь. И поступай. Значит, я вот приехал в Израиль, да, и искренне сначала думал, что, наверное, я все-таки выучу иврит. Потом я понял, что мне тут не нравится, я хочу отсюда свалить. Но внутренне я себе сказал так. Если я найду здесь работу и начну где-то работать, я всерьез начну учить иврит. До этого момента я иврит учить не буду. Ну, потому что это действительно очень большое усилие, на самом деле, как бы такая сильная трансформация себя. Да, вопрос на кой взгляд. Вот. Так вот, я, конечно, выучил 5, 7, 10 слов, которые я могу сказать в такси, которые я могу сказать в магазине, которые, ну, там, здрасте, до свидания, пожалуйста, спасибо, добрый день, доброе утро, там, всякое такое. Конечно, я это все выучил. Но при этом я адаптировался к этой среде. Знаешь, как это? Ускорились, но не перестроились. Адаптировался, но не трансформировался. В этом штука. И в этом принципиальная разница. То есть, когда ты адаптируешься, ты, как сказать, адаптируешься к минимальному... А если бы я, ну, с минимальной трансформацией, что ли? А если ты заряжаешься или там заявляешься на серьезную трансформацию, то есть ты говоришь, я готов. Вот я хочу изучить это дело. Я сделаю внутреннюю заявку на серьезное изменение себя. И вот тогда я совершенно с другой стороны, ты подходишь к этому. Может быть, ну, например, для того, чтобы понять евритский алфавит, я для меня самым лучшим способом оказал следующее. Я полез в историю и выяснил, что на самом деле евритский алфавит, он происходит из финикийского. И из того же финикийского происходит и арабский, и латинский, и греческий. И когда я понял, что алиф, бет, гемель, далет – это альфа, бета, гамма, дельта, у меня как бы сразу жизнь наладилась. То есть я как бы, по крайней мере, понял, что это все не какие-то иероглифы, да? А это вот оно, то есть вот у меня с этим имеется связь внутренняя какая-то, глубинная. Вот. Ну, в общем, да. Ну, в общем, не знаю. Мы потихоньку приближаемся. Мы уже за час заехали. Я не знаю, сколько мы сегодня будем сидеть. Но я бы сказала, не чувствую, что тема игры раскрыта. Я как-то так, ну, вот так и так. Раскрой, раскрой. Я же задаю, подожди, еще раз. Я бы раскрыла, я бы сказала, я бы раскрыла, если бы мы действительно дали некое описание, что является образованием через игру, что является, и можно ли учить. Я считаю, что бывает и без игры, чему-то учиться и без удовольствия, например, от страха. Можно научиться от страха? Легко. Нет. 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 Вот почему нет. Ну, учиться. Чему можно учиться? Например, можно учиться от страха. Я утверждаю, что нельзя научиться от страха. Ну, например, вести себя, сидеть аккуратненько за партой. Это тоже скиллс. Вести себя тихо где-то. Подчиняться каким-то правилам. Там все это образование. Вопрос, кого мы образуем, кого мы готовим этим. И это от страха. Это тоже научение. Подожди, а что значит научиться? А ты хочешь сказать, что до того момента, когда ты пока не посидел за партой, ты не умел сидеть за партой? Конечно, не умел. Бегал, схулиганил, веселился, камешки бросал. Сидеть? Ну, вот у моей дочери, допустим, там в школе есть high school kids, которые до сих пор не могут посидеть там спокойненько, тихенько, полчаса и порисовать там что-то. Они просто не могут. Держи, если тебя посадят в тюрьму, то ты научишься сидеть в тюрьме. Да. Я правильно понимаю? Конечно. А для этого, а если ты не посадишь в тюрьму, то ты не умеешь сидеть в тюрьме. У тебя не получится. Не умею. Не умею. И кто-то сразу помрет, а кто-то приспособится и выживет там. Образование – это все. Есть образование и приспособление к сложным ситуациям. Не обязательно образование. Это, так сказать, прекрасное место, где мы с тобой разговариваем, глядя на цветочки. Тогда я упрекаю следующее. Что единственный способ научиться сидеть спокойно за партой – это начать в это играть. Только тогда ты научишься сидеть спокойно за партой. Если ты в это не играешь, то нет. Это может быть просто от страха. Ты тогда не учишься ничему. Ты просто спрятался. Это твоя… Это рефлекс, понимаешь? Ну и что ты выучил этот рефлекс, повторяющего? Это рефлекс у тебя врожденный. Ты ничему не научился. Сидеть и замереть. Нет, да. Врожденный рефлекс – замереть. Если страшно. Это врожденный рефлекс. У всех. Даже у амебы. Не хочу тебя расстраивать. Я хорошо к амебу на ташист, кстати. У меня про них байки есть. Не знаю. Не уверена. Ну, в общем, я бы сказала, что сегодня, если бы так, я бы потихонечку сформулировала скоп, объем наших разговоров. И как-то, мне кажется, мы размазались немножко сегодня. Но вопросы такие. Все ли обучение идет от игры, от удовольствия? Или прекрасно можно чему-то обучить? Просто насилием и страхом. То, чего, в общем, всегда пытались сделать. И мне кажется, в общем-то, делали достаточно успешно. Я не знаю, что там. Всю жизнь вбивали там то латинские, то английские. То что-то там вбивалось. Может, хуже, чем от удовольствия. Но как-то происходило. Все раз. Если ты внимательно разберешь. Ты же сейчас говоришь очень огульно. Все где-то куда-то вбивалось. Ты разбери конкретно этот процесс. Вот именно процесс. Теперь ты про пример просишь. Я говорю, процесс разбери. Что происходило, когда вбивалось? Вот когда ты... Ну, еще раз. Ты же психолог. Ты же психолог. Ты вспомни. Ты же психолог. Я такой. Ты вспомни одну простую вещь. Если ты находишься в стрессе, то ты не усваиваешь новую информацию. Ты стараешься сгенерить уже известную реакцию. Как тебе сказать? Ну, так и сказать. Я, кстати, я, кстати, насчет... Я же не классический психолог, я просто сворка. Может быть, ты в стрессе генерируешь какую-то реакцию быстрее, чем обычно. Откуда ты ее генерируешь? Биология так работает. Нейро, блин, сайенс. Нейро, сайенс, понимаешь? Я бы сказала, в очень жестком стрессе нет, но в среднем стрессе ты можешь быстро образовывать нейроцепочки. Средний стресс, да. Средний стресс, это то, что мне интересно, это тоже форма стресса. А ты говоришь страх. Страх – это сильный стресс. Если тебе реально страшно, то у тебя стресс сильный. Смотрите, я вот сейчас попробую вас примирить. Можно? Я приведу один конкретный пример, с которым сталкиваются в последнее время многие преподаватели-предметники. Ну, вы понимаете. Вот, например, идет философия или история. Я, например, слышал такую претензию уже лет 10 назад к современным студентам. Что вот, дескать, они выходят за пределы аудитории и нажимают кнопку «Делит». Понимаете? То есть они что-то там слушали, внимали, даже записывали. Может быть, хотя сейчас мало записывают. А дальше выходят и нажимают кнопку «Делит». И, соответственно, через страх. Вот как раз получается, что через страх, если им было страшно и некомфортно на занятии, то они вытеснили это, естественно, после занятия. Потому что это связано для них с дискомфортом. А сейчас уже достаточно свободное поколение, поэтому вытесняют они не по окончании курса, как было это раньше, а сразу. Понимаете? Мне кажется, что вот это как раз история про то, насколько эффективно насилие. Мы помним так же, как я отлично помню эту фразу еще с детства. «Разбуди меня ночью, я тебе расскажу там такое-то правило» или там «отвечу тебе на такой-то вопрос». Но это же опять же вот вколочено, то, что вот говорит Дина как раз, да? Но на самом деле желание-то стереть присутствует при этом. А сейчас современные дети более свободные, наверное, более разносторонне направленные, они нажимают «Делит» сразу по окончанию занятия. Соответственно, выход только один, через игру. То, что то, что происходит через игру... С одной стороны. С другой стороны, я бы сказала, что дети вот приходят в один класс разный, да? И кто-то, кому-то насилие для них это все вызывает страх, а кто-то без насилия. Просто к ним невозможно пробиться. Они так привыкли к какому-то уровню насилия, что вот эта интенсивность... Я просто вспомнила, пока мы говорили. У меня есть прекрасная дочь, которая, в общем, абсолютно любит играть во все. Она преподает арт в хай-скулу, в высшей школе, ну, это в старшей школе, да, в неблагополучном районе. Это очень хорошая школа, это специальный чартер-скул, все там, все налажено, дисциплина. И вот она вот буквально пару дней назад у меня консультирует. Вот, говорит, приходит ко мне такой ребенок, да, вот он не хочет учиться. Как-то его заставили прийти на класс, он уже, он не хочет. Мало того, что он как бы сам ничего не делает, что, ну, хрен, как говорится, он еще мне, меня мальтишит по классу, мешает, и ничего с ним не сделаешь. И я его обучила игрово быть гораздо больше, применять насилие. Потому что тут вот другого ничего не сделаешь. Я говорю, ты должна расширить свой объем насилия в игре. То есть там сказать нет, вытурить из класса там. Но игровое насилие – это как раз элемент игры. Собачки, когда кусают, они просто не прокусывают сильно, понимаешь? Но они, когда играют, не кусаются. Иногда могут так заиграться, что могут и сильно куснуть. Ну, так вот, эти дети, им нужно для гораздо больший уровень насилия в этой игре, чем то, что может моя бедная девочка, воспитанная прекрасной мамой, вообще из себя извлечь. И как бы она их не прокусывает. Не прокусывает, ну окей. Не прокусывает. Они ничего не чувствуют. А другим мне ничего, надо чуть-чуть прокусить. Прокусить этих солнцевскую мафию, понимаешь? Как раз там была еще у меня группа. На следующий год у меня была группа дошкольного воспитания. Я думаю, Костя понимает, что такое дошкольники. Это те будущие воспитатели детских садов. Я могу сказать, что после этой группы, вот когда я прошел семестр с этой группой, я сказал себе, отправьте меня куда угодно, к зэкам, кому хотите. Я уже больше ничего не боюсь. Значит, у меня там была история. Сидели четыре девицы. Им как раз было по 14 лет. К ним пришел парень 24 лет. Понимаете? Ну все. Это была неуправляемая ситуация. Одни девицы, 14 лет, там, ну, среди них самая вменяемая была девушка, про которую говорили, что она занимается валютной проституцией на Арбате. Вот, значит, она была наиболее взрослой и адекватной. Значит, все остальные, это было как... И там было четыре, вот они сидели вот так две парты подряд. Они просто не переставая что-то делали, как-то вот, в общем, вызывающе. Вот подобный там парт. Что сделал я? Я, значит, после занятия собрал их в тетради и одной поставил пятерку, другой четерку, третий двойку и четвертый тройку. Вот так вот. Понимаете? Да. Пять, четыре, три, два. Вот четырем. На следующие занятия они сидели в разных концах класса. Вот. И все. Я разбил эту историю. Понимаете? Ну, я вот так пропусил немножко их. В чем не глядя? Я вообще там, понимаешь, что в этих тетрадях было ничего. Но я поставил вот так вот. Ну, это был, наверное, элемент игры с моей стороны. Да, так сказать. Причем, почему-то оценки для них играли. Оказалось. Я играл на свой страх-риск. Я просто сделал ставку. Понимаете? Да? Я не знал, что будет на следующие занятия. Когда я увидел, что они сидят в разных концах класса, я поломаю. Нифига себе, как получилось. Вот. И... Сработало. Вообще интересно. А ты случайно чисто социологически не посмотрел на других занятиях? Они тоже в разных концах сидят или нет? Вот это интересно. Нет. Знаешь, не дошел. Не дошел. Не дошел. Не дошел. Видишь, смотри, ты в стрессовой ситуации, да, вот то, что я сейчас слушаю про тебя, да, тоже в каком-то таком возрасте, наверное, моложе был, чем моя дочь, но ты в стрессовой ситуации смог остаться в элементе игры. Да. У тебя на это какие-то способности были, да? А вот человек в стрессовой ситуации не способен остаться в элементе игры, она вылетает вот именно в ситуацию стресса, начинает действовать по правилам, и, в общем, ничего не получается, не слышит ее. То есть остаться в стрессовой ситуации, вот в этом состоянии... Я бы сказала, что игра все-таки, Костя, это состояние. И нет, не всегда оно присутствует в обучении. Это какое-то состояние, когда человек себя чувствует в безопасности, получает удовольствие, у него много как бы выделяется вот этот самый там допаминсеротонин, он знает, что он может в любой момент выйти, да, и таким образом он создает себе это состояние и создает атмосферу, если преподаватель, он создает атмосферу для учеников. Я как раз в фондан тебе в данном случае утверждаю следующее, что понятно, что деятельность, образовательная деятельность, ну вот когда идет образовательный процесс, да, уроки, классы, домашние задания, там еще что-то такое, там семинары, лекции, всякое такое, он очень сложный, составной, там много всего происходит. В какие-то моменты мы находимся там, нам страшно, да, в какие-то моменты мы расслабляемся. Через некоторое время даже самых страшных учителей, да, ну, мы все равно перестаем бояться, потому что прекрасно понимаем, что, ну, в конце концов, не убьет, понимаешь, ну, не застанет он, автомата не застрелит. То есть страшно первые два раза, понимаешь? Ну, как сейчас сказать, может поставить двойку, его ребенка там выпарит. Ну, хорошо, первую двойку, первая двойка, наверное, всем обидна. Но третья двойка уже вообще сильно ни на кого никакого впечатления не производит, приблизительно никогда. Именно поэтому до 100%. Сколько пробовали уже, знаешь, вот такое количество двоечников в школах учится, что если бы двойки производили какое-то впечатление, двойка производит впечатление только на отличие. Больше ни на кого. Это правда. Знаешь, у меня есть любимая... Подожди, дай я закончу. Так вот, я утверждаю следующее, что в этом длинном образовательном процессе реальное научение, то есть освоение и присвоение, и какое-то изменение в тебе происходит только в те элементы короткие, когда человек себя чувствует в безопасности и когда он получает какое-то удовольствие. Вот в самый, ну, я не знаю, то есть в самом страшном, ужасном учителе и так далее есть элементы, когда он, знаешь, теряет хватку на пару минут, и вот тут-то как раз что-то и выучивается. И в этом смысле, если у тебя, условно, это удовольствие, игра растянута на весь процесс, то у тебя он более эффективен. Если это случайные мгновения в процессе, когда, значит, этот держеборда отвлекся, условно говоря, то у тебя просто оно тоже происходит только в эти маленькие кусочки времени. И, значит, и возвращаясь к напечатанному, что природный механизм – это игра. И когда мы иногда, то есть некоторые люди сознательно, как вот Дина и Василий, значит, сознательно выстраивают это на все время занятия, и у них процесс научения происходит более эффективно, а некоторые люди случайно, по неосторожности срываются в это дело, потому что невозможно все время держать зверину серьезно, срываются в это дело минут на пять, и вот тут-то как раз природа берет свое и быстренько чему-то научает. Вот и все. А дальше действительно кнопка «День». Может быть и так. Я бы сказала, что для меня, ну, я уже опять пытаюсь закруглить разговор, мы полтора часа мы сейчас поставили планочку, да, я бы сказала, что для меня это как бы говорит о том, что на самом деле, если вот смотреть на этот процесс, то нужно воспитывать учителя так, чтобы он умел поддерживать атмосферу игры в течение вот того времени, когда он находится в контакте. вот, и а не пытаться там ему как-то дать что-то там, повысить его, ну, вот это самое главное. И для этого нужны какие-то истории, методы и так далее. То есть учить его играть, и действительно учить его играть в разные игры, потому что вот то, о чем мы говорили, о силе воздействия, у меня есть такая любимая байка о том, это китайская, кстати, байка, про то, что одной лошади нужно ее, чтобы она бежала, нужно ее хорошенечко побить. Второй лошади нужно просто показать кнут, а третьей лошади достаточно и тени кнута. Вот. То есть, собственно, какой-то, какая-то угроза тоже, может быть, частью этой игры. Первая лошадь, первая лошадь попала в лабораторию к Ивану Петровичу Павлову только сегодня, вторая два дня назад, а третья неделя назад. Вот и все. Нет, она даст вот этот... Ну, да. Если она никогда не видела кнута, то она тени кнута не испугает. Если она никогда его не пробовала, она тени кнута не испугает. По-разному. С точки зрения психологии, по-разному. Это просто... Кстати, в Китае это было про самую благородную, красивую, высокую лошадь. И то, что в психологии, да, то, что я вижу, есть просто очень чувствительные натуры, которые где-то там тенечек увидят, и они сразу... Твоя история про лошадь напомнила знаменитый анекдот про одного графа и графиню, которые жили в абсолютной любви, согласии и счастье совершенном. И в какой-то момент графиню спросили, как так получается? Вот вы живете уже с ним очень много лет, и у вас такая фантастическая любовь. Она говорит, знаете, очень просто. Когда мы еще... Значит, когда мы только поженились, мы поехали с моим новым мужем кататься на лошадях. И его лошадь споткнулась. Он сказал раз. Потом его лошадь споткнулась второй раз. Он сказал два. Его лошадь споткнулась третий раз. Он слез в лошадь и застрелил ее. Как-то раз он пришел домой пьяный. Я на него тепло кричала. Он сказал раз. Как-то, значит, еще что-то случилось. Он сказал два. Ну, вот третьего не было. Ну, не знаю. Было ли это образованием, Костя? Нет, не было, конечно. Хотя нет. Потому что трансформация произошла. Трансформация произошла. Говорят, там все было хорошо после этого. Да, ну, короче, давайте тогда мы сейчас... Можем считать, что ты подвела свой итог? То есть мы сейчас с Василием тоже подведем? Я буду считать, что да. Хотя все осталось непонятным, но как есть. Хорошо. Все, обнимаю и до следующей среды. Подожди, а мы-то тоже должны что-то подвести? А, я уже это... Спасибо. Ну, скажи, Вася. Да, смотрите, я сейчас перейдусь с позиции учителя в позицию ученика. Потому что то, о чем ты говорил, что образование и научение возможно только через игру. И когда это доставляет удовольствие, я подумал, а что в моем собственном образовании, ну, школьном, вызывало у меня наибольшее отторжение? Что вызывало у меня страх? Я вспомнил, это были уроки труда и уроки физкультуры. Потому что и тот, и другой предмет вели хамы-абьюзеры, выражаясь современным языком. И единственное, я помню, что когда уже я заканчивал обучение, в последний год пришел другой учитель физкультуры, Борис Сламон Шавин, я помню, его звали. И он впервые сказал, слушай, ты хочешь же на пляже играть в волейбол? Давайте я научусь сейчас это сделать. И я впервые чему-то научился. Единственное, что я запомнил из всего десятилетнего курса физкультуры, эту игру в волейбол на последнем году обучения. Больше ничего. Я через козла сейчас, проси меня прыгнуть, я не прыгну тебе через козла ни разу. Но волейбол я запомнил на всю жизнь. К чему я это говорю? Это было единственное, что не было связано для меня со страхом возможного физического насилия. Со страхом крика, там, не знаю, какого-то и прочего-прочего. Вот и все. И этому я научился. Единственное, чему я научился на уроках физкультуры. Все остальное я забывал и игнорировал как мог. Соответственно, твоя гипотеза в этом отношении работает. Значит, получается, что, по крайней мере, в моем случае, я учился тогда, когда мне было интересно, приятно и безопасно. Круто. Спасибо. Значит, что я могу сказать? Значит, ну, в отличие от Дины, которая как-то осталась сильно неудовлетворенной, судя по всему. Ну, как тебе сказать? Я как раз, я как раз, то есть, вот, опять-таки, к моему удивлению, да, что, в общем и целом, обычно ты идешь куда-то, ну, как бы говоря, что, конечно, у меня есть вопрос, я в чем-то, мне очень не уверен, но внутренне ты понимаешь, что ты, типа, укусишь Львова, потому что ты все 30 тысяч раз продумал, и ты во всем уверен. Ну, вот, ты на самом деле понимаешь, да? Вот. Но Василий, развернув сразу ситуацию, во-первых, из игры как состязания, в игру как представление, с одной стороны, а, во-вторых, включив реально в игру учителя, да, то есть мне, честно сказать, не приходило в голову, что можно на игру посмотреть с этой стороны. То есть я все-таки рассматривал игру как, ну, условно, состязание, такое единоборство, в широком очень смысле слова, да, или там в игру как, ну, как компьютерную игру, например, да. Но вот этот разворот и этот вот, что ли, вот этот ракурс, мне кажется, что для меня лично он очень сильно расширил, не в смысле размазал, да, а в смысле расширил, усиливая, да, вот эту позицию, связанную как бы с игрой, вот эту историю, связанную с игрой в образовании. Потому что действительно, действительно, если, грубо говоря, если ты хочешь, чтобы ученики играли, то и учитель должен играть. Если то, что иначе фигня какая-то получается. Они играют, а ты серьезный, так не работаешь. И это, кстати, большая проблема игротехников-щедровитян, потому что они же все серьезные до потери пульса. Они-то не играют сами, они-то над схваткой, понимаешь. И, в общем, привет, мартышки. Короче, друзья мои, это было чудесно. Хорошо. Значит, главное мы достигли. Мы немножко поиграли сегодня. Хорошо, господа. Все, по поводу следующей встречи, тогда мы спишемся в этом самом. Да, 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 ты выясняй, я говорю, у меня-то... Сейчас, я прекращаю запись. Спасибо.